заранее хочу попросить прощения я забыл что здесь очень чувствительные ползунки и вытирая пыль я сбил мои настройки поэтому будет небольшой пердеж в ваших динамиках так что лучше не смотрите в наушниках и как смог так и справил поехали всем шалом блуждая по просторам форумов о пда я наткнулся на тему которая называется свободная паутина речь идет здесь про бесплатный интернет а точнее про использование интернета при минусовом либо нулевом балансе дело в том что когда у человека либо заканчивается тариф либо заканчиваются деньги на счету то некоторые операторы предоставляют ему возможность зайти в интернет для того чтобы пополнить свой баланс вот таким вот методом умельцы с форума фо пда смогли изменить трафик который идет на сайт для пополнения услуг на какой-нибудь другой возможно некоторые из вас видели видео которые записывали по поводу бесплатного интернета и модификации файла хост здесь же способов намного больше и я бы хотел об этой теме поговорить но все таки я бы хотел внести небольшую хронологию которая по моему мнению будет именно правильной ну давайте я пожалуй вам расскажу об этой теме содержание данного видео я бы хотел начать с раздела методы а конкретнее с вайфай методов давайте разберем некоторые из них чтобы внести ясность данные методы по большей своей части применимы не конкретно к способу с отрицательным либо нулевым балансом а в принципе со всем что имеет доступ к вайфай ну начнем с самого первого данная программа является аналогом программы вайфай вардин либо же vps connect здесь производится соединение с роутером посредством подбора vps ключа однако именно данная программа имеет возможность брутфорса то есть имея словарь с паролями вы можете их подобрать конкретному роутеру далее программа netcat основная ее часть это отрубать вайфай соединение у каких-нибудь устройств допустим кто-то зашел в библиотеку либо в какой-нибудь торговый развлекательный центр ему необходим вайфай но скорость там довольно ограниченная и благодаря пары кнопочкам можно уменьшить скорость соединения вайфай у других пользователей либо просто напросто ее отключить следующий метод эта программа вайфай мат довольно кстати сомнительный метод причем суть этой программы заключается не в тестировании безопасности не взломе не в поиске уязвимостей просто как бы люди делятся паролями от вайфай в тех местах где они находились скажем если вы были в какой-нибудь торговом центре и там вайфай запаролен вам удалось узнать пароль вы можете просто поделиться этим паролем и другой человек который скачает данное приложение на свой смартфон сможет зайти в google карта и увидеть что конкретно в этом месте такая точка доступа имеет вот такой вот пароль взлом вайфай с помощью river это с использованием к и linux всеми вами не любимы ну не всеми вами а большей части из вас так что мы его сразу пропустим и приступим к самому интересному как по мне метод с использованием программы network ip сканер по большей части вся информация которая будет дальше предоставлена в этой теме создана с помощью данной программы и ее аналогами что же она делает зайдя в программу и нажав на глобус вы сможете указать адрес вашего сотового оператора либо тот адрес на который вы можете зайти имея отрицательный баланс после этого производится сканирование данного сайта причем необходимо указать именно в конце 24 что это такое можете погуглить но уже после сканирования будут выявлены те ip адреса которые так или иначе имеют отношение к тому сайту который вы сканировали ну а затем каждый имеющийся ip адрес также можно просканировать на наличие открытых портов но уже благодаря открытым портам будет производиться перенаправление трафика с доступного для вас сайта на какой-нибудь другой либо вообще на в принципе весь интернет кроме бит торрентов ну а теперь приступим к тем методам которые дадут возможность получить бесплатный интернет на смартфоне самые популярные из них это через программу и не там а также через программу http injector сейчас вы видите сообщение от одного пользователя который расписал в принципе всю суть использования данных программ то есть сейчас вы видите в метод с использованием программы и не там и не там это определенный прокси сервер который будет перенаправлять трафик с доступного сайта на весь интернет но здесь необходимо правильно подобрать открытый порт поэтому я и сделал такую хронологию касательно программы network ip scanner которая в свою очередь сканирует доступный сайт и сканирует открытый порт короче если неправильно указать порт то все эти методы являются нерабочими поэтому программа ip scanner здесь играет очень весомую роль давайте вот сейчас глянем метод через http injector чтобы вы могли посмотреть как это здесь выглядит здесь практически функционал точно такой же как и у они там но как по мне программа они там имеет более приятный интерфейс поэтому я свое предпочтение отдаю именно ей все что мною было сказано находится в свободном доступе не на запрещенном ресурсе на ресурсе которые занимают первое место среди информационных порталов касательно смартфонов так что зайдите хотите прочитайте также среди прочитанных комментариев был один совет касательно безлимитных тарифов есть тарифы где есть безлимит к доступу вконтакте ватсап либо инстаграм и из безлимитного трафика в эти социальные сети можно сделать безлимитный трафик на полностью весь интернет еще бы хотелось обратить ваше внимание на вот эту статью бывают такие моменты когда вы находитесь в каком-нибудь помещении пусть это будет тот же самый аэропорт где для доступа к интернету необходимо авторизация через номер телефона либо имя пользователя и пароль свои данные конечно мы не все любим оглашать поэтому есть один метод если при подключении к вайфай сети у вас работают мессенджеры но не работает интернет то необходимо сменить dns сервер как указано в этом посте кстати в разделе разные умельцы предоставили информацию для очень ленивых людей с готовыми пэйлоудами установив которые пользователь на свой смартфон получит бесплатный интернет а вот статья которая мне понравилась я почему-то не хожу и логического объяснения человек рассказывает что вместо родного apn он установил немножко другой адрес и в итоге в деревенских условиях у него появилась вот такая скорость которой я реально завидую ведь у меня 0 2 мегабита также пользователи составили список сайтов для обхода минусового баланса если у кого-то возник вопрос является этого ростом трафика то чисто с технической точки зрения таким же образом вы можете просто заходить на доступны для вас сайты и все время обновлять страницу но в данном случае просто производится перенаправление трафика с доступного сайта который является бесплатным для интернет соединения на какой-нибудь другой ресурс если честно то проще закинуть те же самые 200 рублей получить целый тариф с бесплатными минутами для разговоров и интернетом в подарок и опять же это все благодаря специалистам это как я говорил в ролике про шоу дэн если вам понравилось видео то ставьте палец вверх подписывайтесь на этот канал но с вами был овер до новых встреч